Практически каждый, рожденный в Нинницком округе в 2014 году, имеет заболевание. Такую статистику привели врачи Нинницкой окружной больницы на круглом столе, организованном региональным отделением партии «Единая Россия». Представители здравоохранения, образования, органов власти попытались вместе ответить на вопрос, возможно ли жители округа иметь первую группу здоровья. Из каких составляющих складывается здоровье и как его сохранить? Эти вопросы легли в основу круглого стола по здравоохранению. Региональное отделение партии «Единая Россия» уже несколько лет реализует проект «Качество жизни». Его задача – собрать как можно больше информации о состоянии здоровья жителей округа и работе системы здравоохранения. На основе этих данных будет разработана программа по улучшению качества медицинского обслуживания. Я сказал особые слова признательности и благодарности сегодня нашим медицинским работникам, потому что они работают в сложнейших условиях, посещаемость у нас превышает все нормы. С учетом арктических регионов, с учетом тех помещений небольших. И они в этих условиях делают очень серьезную большую работу. Как показал опрос, проводимый накануне круглого стола, и статистика медицинских учреждений, здоровье жителей округа с каждым годом лучше не становится. А это значит, качество предоставления медицинских услуг не растет. Во многом это вина федеральных стандартов. Например, врачу ставится норматив времени, за который он должен принять пациента. Врач укладывается во время, но не оказывает должной помощи больному. Мы работаем в рамках штатного норматива утвержденного МИЗДРА. Вот нам положено 8 участковых педиатров, у нас они есть. Но тем не менее, когда приходят на прием, вы видите, что очереди. Потому что заболеваемость в регионе, в Ниньском регионе, она достаточно высокая. В силу того, что у нас здесь мы проживаем в экстремальных условиях. Тот факт, что практически каждый выпускник школы имеет как минимум одно приобретенное заболевание, настораживает. В первую очередь, это сколиоз, одна из причин которого необоснованно тяжелый ранец. По нормативам он должен составлять не более 10% веса ребенка. Однако на деле он оказывается намного тяжелее. Вдобавок, школьник несет с собой сменную обувь, спортивную форму и лыжи в зимнее время. Помимо сколиоза, ученики испытывают проблемы с пищеварением, опорно-двигательным аппаратом, зрением. В борьбе за здоровье молодого поколения необходимо наладить взаимодействие систем образования и здравоохранения, считают участники встречи. Это и прохождение медицинских осмотров в школах, это и рюкзак, наполняемость его школьника, это и физминутки, которые у нас проходят. И это просто взаимодействие ради наших общенациональных целей. Итогом круглого стола стала резолюция из 10 основных пунктов. В качестве рекомендаций она будет направлена в медицинские учреждения, администрацию и законодательное собрание округа.